Всем привет, друзья! Мы продолжаем изучать язык PHP. Несомненно одной из самых важных тем в любом языке программирования являются переменные. Переменные позволяют нам хранить какие-то данные. Для начала мы будем хранить числа и строки текстовые, но в дальнейшем и другие данные в таких вот ячейках памяти на компьютере. Для того чтобы создать их на PHP используется знак $. И после этого нам нужно указать любое практически название. Есть два ограничения, что здесь нельзя вводить. Здесь нельзя вводить первым символом число, например нельзя написать вот так вот, потому что есть такое ограничение в языке. Всегда переменная должна начинаться с символов. И можно использовать нижнее подчеркивание. Другие спецсимволы здесь использовать нельзя. То есть таким образом мы можем создать переменную, после знака равно написать какое-то значение ей, например 5. И с помощью знака равно мы присваиваем в переменную значение. То есть указывается следующим синтаксисом. Слева переменная, присваивание и значение переменной. Это значение помещается в эту переменную. И теперь мы можем обращаться к данной переменной и извлекать это значение. Если мы сейчас напишем вот такой код, то мы будем выводить число 5. Как вы видите, все работает и у нас выводится это число. Пока что, конечно, тоже практического смысла в этом кажется, что мало, но тем не менее с помощью переменных у нас все строится в языке программирования и поэтому в дальнейшем вы уже будете понимать смысл того, что они действительно важны. Сейчас мы просто здесь записали число 5, но зато теперь мы можем писать не просто вот здесь, например, число 5, а именно это значение. И от него, например, вычесть 3 или любое другое и посмотреть, что получится. Например, здесь мы можем вычесть 3, а здесь 2. И видим, что получаем 3 и 2. Они получаются слитно у нас, потому что все пока что идет на одной строке. Но тем не менее это работает. И число 5 мы записали здесь просто в переменную. Если мы его сейчас просто изменим на 9, то мы увидим уже другие результаты. И таким образом мы уже можем как-то влиять на свой код. Также главное запомнить, что переменные чувствительны к регистру. Это означает, что 3 вот эти вот переменные сейчас, это 3 абсолютно разные переменные, потому что регистр символов играет значение. И поэтому пишите переменную в каком-то одном стиле. Когда обращаетесь к ней, нужно указывать точно так же. Нельзя указать эту переменную другим регистром символов, потому что это будет приводить к ошибке. Также можно сразу записывать одно какое-то значение в несколько переменных, если такое требуется сделать. Мы просто создаем несколько переменных через знак равенства. И в конце мы присваиваем им значение. Например, 3. И сейчас у нас в трех этих переменных хранится значение 3. Таким образом мы рассмотрели базовые понятия о переменных и как их вообще создавать. Теперь давайте рассмотрим какие типы переменных могут быть, то есть какие значения могут там храниться. Язык PHP является слабо типизированным языком. Что это означает? Это значит, что переменным при создании не указывается в большинстве случаев их тип данных. Примерно так же, как это работает в JavaScript. То есть, если вы знакомы с другими языками, например, классические CC++ и некоторые другие, то вы знаете, что там нужно указать именно какой тип данных. Например, integer, float, boolean, string и многие другие. Здесь же в PHP нам не нужно указывать тип данных. Мы просто создаем переменную, указываем ей любое название и записываем здесь какое-то значение. И уже в зависимости от того значения, которое мы сюда поместим, будет автоматически определяться тип этой переменной для дальнейших каких-то манипуляций, когда нам нужно будет что-то вычислять. Язык и интерпретатор сам будет понимать, какой тип у нас хранится и что с ним можно сделать. Но в некоторых случаях, конечно, будут и исключения, но об этом мы поговорим позже. То есть, какие есть типы? Если вы взгляните на эту таблицу, сейчас просто можете увидеть, что есть у нас integer, это целочисленное значение, просто числа 1, 2, 3, 560 и тому подобные вещи. Также есть у нас double float, это вещественное число, то есть число с плавающей точкой, например, 5,15. И здесь отделяется именно точкой, не запятой, поэтому тоже важен этот нюанс. Также есть у нас тип boolean, позволяет хранить true или false. Это такой тип данных для логических операций. Надеюсь, вы с ним знакомы. Если нет, то в дальнейшем в следующих видео я буду подробно показывать, когда мы уже начнем изучать непосредственно эту тему и вы все поймете. Сейчас главное просто посмотреть, какие вообще типы данных существуют. Также есть string, это строка. Записывается она в кавычках и здесь может быть какой-то текст, числа, спецсимволы. В общем, все, что вообще можно ввести с клавиатуры, здесь можно вводить. Это обычная строка и поэтому никаких ограничений здесь нет. Также в PHP есть array, это массив, object, resource, null и callback. Null это такой тип, который говорит о том, что переменная не была инициализирована. То есть если там null, то значит эту переменную не инициализировали. Инициализация это тот процесс, когда мы в переменную помещаем какое-то значение. То есть сейчас мы переменную инициализировали значением newtext15. Если бы мы ее просто создали и ничего здесь не написали, то она была бы не инициализирована. Callback это функция, то есть такой тип данных, который сам по себе еще может что-то делать. Но сейчас это будет достаточно сложно понять, поэтому мы постепенно будем подходить к более сложным темам и уже в дальнейшем все это подробно узнавать. Сейчас мы познакомились с переменными, с их созданием и увидели какие вообще типы существуют. Но также поняли, что тип данных мы конкретно не указываем, но можем просто хранить разные данные внутри вот этих переменных. Я надеюсь данное видео было вам полезно. Обязательно переходите к следующему видео в данном плейлисте, чтобы изучать язык PHP. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до скорых встреч.